Приобрел стабилизатор для Sony X3000 G5 GS. Вроде бы все хорошо, все нормально. Думаю записывать видео, но мне хотелось бы, чтобы я мог камеру вот так вот оставлять на три ножки. Для того, чтобы это сделать, как говорят производители этого стадикама, необходимо его использовать в аквабоксе. То есть вывешиваем его. Ага, более-менее. Все вывесили. Включаю. Включился. Все. Все стоит. Все вроде бы хорошо, кроме одного. Поэтому в аквабоксе звук писать-то он не может камера. Поэтому я, как кулибин, посмотрев видео, изобретать различные способы, как бы использовать камеру без аквабокса. Итак, у нас стадикам G5 GS работает с камерами весом от 130 грамм до 200. Сколько весит? 114 грамм. 114 грамм. Добавляем. Ну вот, смотрите, практически то, что надо. 137 грамм. Стадикам начнет работать. Сколько весит аквабокс? Вот они говорят, что с аквабоксом. Аквабокс весит 81. И камера. О! Они весят по 200 граммов. Мы вложимся в норму. Хорошо тогда стадикам работает. Вес ему все-таки нужен. Откручиваем. Достаем. Вынимаем. То есть можно там с аквабоксом различные манипуляции сделать. Что-то там высверлить, что-то там просверлить и так далее и тому подобное. Ну вот я видел, что есть ролики, которые просто-напросто отцепляют бленду на камеру. Отодвигают как можно дальше, чтобы найти баланс. Вот так. Камера весит 137 граммов. Но как мы видим, невозможно ее вывесить нормально. И поэтому, если мы включаем и держим так с руки, то он, ну вот в этих положениях только он дрожит, то он в целом работает нормально. Поднимается, опускается. А вот когда я ставлю его на треножку и хочу что-то там записать, он начинает вот так вот. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я придумал различные, вернее, придумал различные приспособления, вплоть для того, что, думаю, просто-напросто вывесить грузиками, сделать такую балансировку, как мы колесо автомобильное. Та-да-да-да-да. Та-да-да-да. Та-да-да-да. Хотел сверлить этот аквабокс. принёс его такому человеку, головатому, а он мне сделал вот такую вещь из алюминия. Сделал вот такую вот площадочку. для того, чтобы была возможность вывесить расположенные отверстия для крепления сюда поближе. и я могу камеру сдвинуть. И вот как это у меня получается. То есть если не заморачиваться, не доставать карточку. Вот я прикрутил площадочку, он мне сделал, видите, тут удобно вырезал, чтобы всё это крутилось. Молодец. После этого сделал еще такой винтик. Этот винтик я сюда закручиваю. Всё, винт движется. И я на вторую привинчиваю. И теперь, смотрите, вывешиваю. Я могу двигать, видите, сколько. О! Ещё немножко. Ещё чуть-чуть. То есть я вывесил уже ровно. Раз я вывесил ровно, то у меня биение не должно быть. Сейчас ещё так делаю. Чтобы поровнее это всё. Закрепляю. Вот у меня камера вывешена. Теперь я включаю. Опа! Камера стоит на треножке. И не дрожит. Вот. То есть вот такое вот нехитрое приспособление позволило мне работать с этой камерой. Биений нету. Прокрутим дальше. Мне очень нравятся люди, которые соображают со смекалкой. Звук при этом пишется на микрофоны. Снимаю вместе с площадочкой. Батарею я достаю вот отсюда. Если мне надо батарею. То есть доступ к батарее имеется. Ничем не перекрыт. Ничем не перекрыт. Это хорошо. А карточка. Карточка естественно здесь у нас находится. И она вроде как перекрыта. Но мы то можем всё это дело и снимать отсюда не вынимая карточку. Кстати это хорошо потому что карточка вставляется и не всегда определяется камерой. То есть ты правильно вставил. А камера показывает что карточка не определена. А тут ничего у нас не вынимается. И пожалуйста можно как подзаряжать камеру. Можно также и снимать записанное видео. Вот такой вот находкой я с вами делюсь. Потому что это не дело использовать аквабокс для записи на суше. Нонсенс. О чём думали инженера и производители которые делали эту штуку. Лишь бы так выпустить. А потом что-то доработать и по новой выпустить. А это всё просто на просто выбросить и всё. Короче делюсь с вами своей вот такой находкой. И благодарен соседу Александру за то что у него светлая голова и золотые руки. может делать вот такие вещи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok